Это программа «День с толком» в студии Софии Ценко. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Оскорбление судьи и угрозы оперативнику. Жена и сын барнаульского экс-чиновника получили наказание за скандал в зале суда. Демонтаж речного вокзала на паузе. Какая судьба ждет ласточек, за которых переживают барнаульцы? Можно допрыгаться. Почему в Барнауле улетают батуты? Рассказываем о результатах нашего рейда по аттракционам. Полтысячи участников и более ста экспертов со всей страны. Главная новость этого дня – старт молодежного форума АТР, который проходит на АЭ. В этом году среди участников был жесткий отбор – 5-6 человек на место. Мы рассчитываем, когда люди приезжают на форум, что это не разовая акция, не так называемый форумный туризм, когда человек просто пробился на несколько форумов и все лето катается. Нет, здесь приехали, уже свой уровень показали, и мы делаем ассессмент участников. Научились многому, построили дальнейшие планы, траекторию развития. В первую очередь, это общение, коммуникация, это, безусловно, образование, это, конечно, создание новых контактов, связей, знакомств, дружбы, всего, что присуще молодости. И думаю, что, ну, это, конечно, яркие, наверное, эмоции, которые подпитывают потом тебя. На протяжении нескольких дней талантливая молодежь сможет заявить о себе и о своих проектах социального характера. Наша съемочная группа сегодня работала на открытии АТР и заглянула за кулисы популярного форума. В этом году молодежный образовательный форум АТР проходит в одном из самых живописных мест Алтайского края – озере Ая. Мероприятие объединило 500 участников из 57 регионов нашей страны. Участники – это молодые люди возрастом от 18 до 35 лет. Они здесь встречаются, обмениваются опытом, рассказывают о своих передовых идеях, а также о социально значимых проектах. Кстати, кроме того, в рамках форума 182 участника смогут рассчитывать на грантовую поддержку. На развитие своего дела. Ее размеры от 5000 до 1500 миллионов рублей. Программа форума разделена на 12 площадок. Эксперты, а их более 100, будут обсуждать самые злободневные темы. Как развивать экономику в Алтайском крае, в условиях санкций, как удержать молодежь в сельской местности, чем ее можно занять. Но все-таки самой главной фишкой и новинкой этого года стала тема развития молодежного туризма. Участники будут изучать эковолонтерский туризм и, возможно, в будущем работать на курортах и санаториях Алтайского края. Тем более, что спрос на эти услуги сегодня особенно высок. На молодежном форуме обсуждали не только экономику и бизнес, но и, пожалуй, самую модную профессию современности у молодежи. Это профессия СММщик. Этой специальности посвящена даже целой площадке «Медиадвиж». Вот с нами сейчас рядом находится Любовь Суханова, она ее участница и готова рассказать о своих первых впечатлениях о площадке. Я очень жду от этой площадки, что я обрету новых друзей, которые помогут мне реализовать проекты. Я уже нашла девочку, которая присоединилась ко мне в команду на проект «В твой ход». Мы делаем экосистему для иностранных студентов, у которых возникают сложности с внедрением в нашу русскую социальную среду. Подробнее о работе других площадок мы расскажем уже в завтрашнем выпуске новостей. Валентина Аскерова, День с толком. К другой теме. Жену и сына экс-чиновника Сергея Демина осудили за оскорбление судей и угрозы оперативнику. Напомним, Демина задержали в марте 2020 года за взятку в размере более 3,5 миллионов рублей. В сентябре 2021 года его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначили штраф в размере 15 миллионов рублей. Вы что творите-то? Невинного человека убите. Как вам п***ть с этими? Кормить будешь детей своих. Это кадры, на которых жена и сын бывшего вице-мэра Барнаула Демина устроили скандал прямо в зале суда. Женщину обвинили в неуважении к суду, а сына еще и в угрозе оперативнику. Несмотря на раскаяние, Олега Демина суд приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей. А также изъяли его телефон, с помощью которого он и совершил преступление в адрес оперативника. А женщину приговорили к обязательным работам на 300 часов. Пошли навстречу общественникам и зоозащитникам. Демонтаж здания речного вокзала в Барнауле приостановили на две недели. Причина – гнезда ласточек на фасаде здания. Именно сейчас они выхаживают птенцов. Демонтаж продолжится лишь после того, как птицы покинут гнезда. Подробности в сюжете. Ласточные гнезда начинаются отсюда. Они достаточно прочные. Именно Ольга Хапкова после начала демонтажа речного вокзала в социальных сетях сообщила, что сейчас ласточки выхаживают птенцов. И необходимо время, чтобы юная поросль окрепла и покинула гнезда. Горожане инициативу поддержали. Следующим шагом стало письмо к руководству компании-застройщика. Его общественники написали вместе с орнитологом Алексеем Эбелем. Где подчеркивалось, возможно ли совершить приостановку работ на территории речного вокзала с целью сохранения выводка птенцов ласточки. Нужно сказать, что застройщик очень оперативно откликнулся. Мы не ожидали такого. Оперативно откликнулся и сразу пошел на контакт. И, значит, они выразили желание поработать над этой ситуацией и скорректировать сроки демонтажа здания. А сегодня состоялась личная встреча на речном, где общественники и представитель компании-застройщика еще раз проговорили схему сохранения популяции птиц. Обсудили такой момент, что в течение недели-двух будет вестись мониторинг вылета птенцов. Если птенцы вылетят, ну тогда будет какое-то соглашение достигнуто, что можно продолжать работать. Если птенцы уже там в некоторых гнездах показывают головки, то это примерно 5-7 дней. Представители научного сообщества уверены, если с демонтажом здания немного повременить, популяцию ласточек на речном удастся сохранить. Наша строительная компания всегда открыта к диалогу в любых абсолютно вопросах, особенно таких резонансных, особенно с животными. Мы тоже за этим следим. Мы готовы рассмотреть все конструктивные, адекватные предложения от жителей города по любым абсолютно вопросам, поэтому мы всегда открыты к диалогу. Мы как только услышали, мы в первый же момент поняли, что нам надо любым способом сохранить этих ласточек, этих птенцов, для того, чтобы они дальше летали и радовали нас. Правда, ученые настаивают, что после вылета птенцов гнезда ласточек необходимо будет демонтировать, чтобы у птиц не было соблазна туда вернуться. И новую кладку будущих птенцов ласточки уже выхаживали в другом месте. Возможно, совсем рядом, ведь популяция свела гнезда и в районе Нового моста. В Ленточном Бару чуть не сбили лося. В Министерстве природы сообщают, случай нередкий, поэтому водителей просят быть аккуратнее на дороге. Это кадры с видеорегистратора. К счастью, мужчина успел затормозить. Поэтому штраф в размере 80 тысяч рублей платить не пришлось. К слову, в прошлом году в регионе зафиксировано 7 таких ДТП. В итоге казна края пополнилась на 400 тысяч. Такова цена ущерба, причиненного охотничьему хозяйству. Кстати, мы решили узнать, а есть ли вообще на объездной дорожный знак дикие животные, который предупреждает водителя об опасности. К сожалению, в Министерстве природы ГИБДД, а также Алтай-Автодор не смогли ответить на этот вопрос. Но лось на дороге – это еще полбеды. Другое дело – невнимательные водители. В Барнауле произошло массовое ДТП с участием грузовика и нескольких легковушек. Сначала движение на улице Малонтово перегородил один автомобиль, который, по всей видимости, сломался. В него врезался другой участник дорожного движения. Из-за аварии образовался затор, который привел к еще одному ДТП. КАМАЗ с полуприцепом влетел поперек дороги и буквально сложился пополам. Фура врезалась в ограждение, зацепив еще несколько легковушек. Как сообщает ГИБДД по городу Барнаулу, в аварии чудом никто не пострадал. Ровно год назад в этот день в районе Докучаева произошла трагедия – взлетел батут с детьми. В результате две девочки оказались в реанимации, а жизнь их родителей разделилась на до и после. Сегодня мы решили провести свой рейд, чтобы выяснить, почему на некоторых батутах можно, что называется, допрыгаться. Подробнее расскажет Анара Шагирова. В районе Докучаева ровно год назад на этом месте стоял детский надувной батут. В преддверии лета ничего не предвещало беды, дети резвились, а взрослые даже не представляли, чем может обернуться обычная детская забава. В тот день два ребенка оказались в реанимации. От взлета батута пострадали девочки трех и четырех лет. Их буквально выбросило на трамвайные пути возле аттракциона. В результате у обеих черепно-мозговые травмы и переломы. Родители говорят, 30 мая день, который они навсегда хотели бы вычеркнуть из своей жизни. Жизнь в семье разделилась на до и после. То есть, несмотря на то, что самые тяжелые травмы мы пережили, сейчас идет все равно еще процесс реабилитации. И он займет даже не один год. Потому что по неврологии последствия будут непредсказуемы. По травме по ножкам неизвестно, будет ли еще одна операция. К тому же это девочка. То есть перелом таза сказывается в любом возрасте. И если на Докучаево прыгать теперь негде, то в 300 метрах от рынка можно здорово оторваться. И от земли тоже. Потому что про ГОС здесь руководители аттракциона, наверное, не слышали. По словам нашего эксперта, ограждение сделано для отвода глаз, крепление не натянуто. И вообще, по нормативам, к одному бетонному блоку должно быть не более двух узлов. Однако на одном балласте у нас располагается пять узлов. Соответственно, если мы в совокупности их суммируем, это получится 800 килограмм на одну точку. Вес бетонного блока ФБС составляет порядка 485 килограмм. Соответственно, мы можем сделать выводы, что данная точка крепления не соответствует по нагрузкам. Ребенка бы своего опустили здесь? Да нет, конечно. За порядок на аттракционе отвечает девушка-кассир. К слову, в случае что, здесь она одна. Администратора или отвечающего за техническую часть тоже нет. Могли бы рассказать, какая документация у вас есть на батут? У меня никакой нет. У нас есть у начальства, у администраторов. А при сборке ежедневной вы какие-то проверки осуществляете батута? То есть есть какой-то регламент вообще в целом какой-то? Вы инструктаж или обучение проходили у работодателя? Нет. К использованию батута есть целый ряд требований. Одно из них – обязательное наличие у наблюдателя анимометра. Это прибор для измерения скорости ветра. Но под рукой у кассира его не оказалось. А зря. Это уже другой батут возле торгового центра. Ситуация та же. Документов у оператора на аттракцион при себе нет. Никаких записей об установке тоже не делается. Зато есть другой журнал. Мы записываем ребенка, во сколько он заходит, во сколько он должен выйти. Ну, сумма, на которую он заходит. Однако в остальном все не так страшно, говорит эксперт. Крепления натянуты, ограда присутствует, хотя и есть отклонения от ГОСТа. Нашелся и анимометр. Замеряется скорость ветра. Если 6,8 метров в секунду, то открываться мы уже не можем. Сейчас, как мы видим, 2-4, да, бывают порывами. То есть в такой погоде мы можем работать спокойно. По словам операторов, в день на такие батуты приходит полсотни детей. Родители пытаются проверить безопасность тракциона на глаз, но никогда не спрашивают о документах. А по словам эксперта, делать это нужно. Слишком уж большой беспорядок в батутном бизнесе. Зачастую ни местным органам власти, ни контрольно-надзорным ведомствам просто неведомо появление тракционов. Их работа фактически никак не регулируется законодательством. Тем временем алтайские депутаты предложили ужесточить ответственность для владельцев тракционов и внести новое административное правонарушение за неправильную эксплуатацию тех же батутов. Однако на федеральном уровне ответа пока нет. Анара Шегирова, Дмитрий Денисов, День с толком. В Барнауле прошла очередная акция по раздельному сбору вторсырья. За 10 лет к этому движению присоединились тысячи людей. Как изменилась их жизнь и сколько удалось переработать вторсырья за такой срок? Анастасия Наборщикова узнала все подробности. Очередной сбор вторсырья. Уже больше 10 лет организация «Мусора больше нет» объединяет барнаульцев, чтобы спасти экологию Алтая. В новом микрорайоне за 40 минут собралось 38 человек. На этот раз в два раза меньше, но даже в таком количестве, как говорит волонтер, газель заполнили плотничком. Скажите немного, но в 2020-м за год собрали 25 тонн вторсырья, а в 2021-м уже в два раза больше. За все время акции такие объемы в сумме превышают по площади размеры футбольного поля. Если вот это мы видим, ну это вот маленькая капля того, что уедет в переработку, а сколько увозят на свалку, все прекрасно видят, знают, как свалки выглядят. Ну это же все свалка, это значит, это не переработка, это просто все уходит в землю, и все, сжигание это все в воздух. Светлана уже три года занимается сортировкой. Рассказывает, что когда начала разделять мусор от вторсырья, жизнь изменилась. Мы решили узнать у барнаульцев, а что это такое, быть за экологию. Положительно изменилась жизнь. Давайте примеры, буквально. Какие привычки появились? Никаких привычек у меня не появилось. Как видите, ну что такое, два пакетика. Это за месяц? Ну да, за месяц. А пластик, металл? А пластик у нас рядом есть контейнер. Вы отказываетесь от пластика, от бутылок, например? И в магазинах стараюсь не покупать пакеты. А почему вообще от пластика не отказываетесь? Ну, как вам сказать, квас вот только продают в этих бутылках. Больше мы ничего не покупаем. Сколько удалось собрать в эту субботу, переработчики еще взвесят и подсчитают. Но в прошлом месяце также было 20 точек. И тогда в акции приняло участие почти 2000 человек. На переработку они принесли свыше 5000 килограммов вторсырья. Это две тонны стекла, тона пластика, полтонны одежды и 100 килограммов лекарств. В чем же заключается переработка? А в том, что вот эта вот зубная щетка превратится в шариковую ручку. А огромный пакет пластиковых бутылок – это ведра и тазы по итогу. Поэтому сдаем и спасаем планету вместе. Анастасия Наборчикова, Андрей Печоркин. День с толком. К другой теме. На Барнаульском ипподроме состоялся праздник – старт летнего бегового сезона. Зрители смогли выбрать себе фаворитов и даже попробовать себя в седле. Наша съемочная группа побывала на заездах и узнала, чем будет удивлять горожан новый сезон. Подробности у Валентины Аскеровой. Байкер-блокнот – золотой запас. Речь не о мотоциклистах и не о золотых приисках, а о настоящих орловских рысаках. А это их запоминающиеся клички. На круге Барнаульского ипподрома семь пар соревнуются в резвости и скорости. Дистанцию в 1600 метров покоряют мастер-наездник из советского района Александр Неверов и его 9-летний товарищ Иван Калита. Бойцовский характер лошади, высококлассная техника наездника – такова формула победы, говорят спортсмены. Без лошадей зрителей побед свою жизнь они представить уже не могут, но тренироваться могут только в теплое время года. Сибирский климат суровый – это единственная возможность наверстать тренировки и, наконец, на радость зрителям пуститься в бега. Мы на скачке первый раз. Мы, кстати, сделали ставки, выиграли. Пять из пяти. Вот моя супруга. У нее, как говорится, новичкам везет. А почему лошади нравятся? Я родился в год лошади. Поэтому лошади очень сильно люблю. Лошадь с человеком находится очень давно. И когда-то она была главной движущей силой и самым главным двигателем прогресса. Это было и грузовое средство, и это скоростное средство было. Другого ничего не было. Поэтому, наверное, где-то у нас глубоко в генах сидит все-таки любовь к этому животному, которое было с нами много веков. В первых стартах сезона соревнуются спортсмены из самых разных регионов Сибири – Алтайского края, Кемерово и Новосибирской области. Всего 40 спортивных пар, которые уносят с собой не только приз зрительских симпатий. Призовые суммы – это 50-60 тысяч рублей. В начале сезона разыгрываются чуть меньше стоимости призы. И по нарастающей в течение всего лета они у нас увеличатся до 500 тысяч. Кубка губернатора. Впереди четыре массовых мероприятия, когда все трибуны будут переполнены. Это и фестиваль Орловского Рысака, и Кубок губернатора, на который съедутся лучшие наездники со всей Сибири, чтобы устроить жаркую гонку. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. И к новостям спорта. Футбольная команда нашей сибирской медиагруппы приняла участие в Кубке журналистов, посвященной памяти коллег, которые когда-то освещали спортивную тематику. В этом году игрокам приходилось защищать титул. Почему в этот раз все пошло не по плану, расскажет Дмитрий Дроздов. Мы играем в два защитника. Один встречающий. Ну, естественно, школ помогает, но обязательно в центре встречают всегда. Был план, и мы его придерживались. Правда, в этом году удача была не на нашей стороне. Действующий обладатель Кубка команда сибирской медиагруппы в первом матче встретились с коллегами из Алтапресса, фаворитами турнира. Вместо ручки и блокнота крепкая игра в нападении и равный футбол. Однако одна ошибка сделала результат в матче. 1-0. Счет такой и остался. Начинаем турнир с поражения. Но вот духом мы не упали, ведь на этом турнире результат не на первом месте. Ну, скажем так, я провел день с толком. Вот, потому что ради этого мероприятия можно было прилететь на день позже, но я скорректировал билеты, потому что, ну, приятно всегда увидеться со старыми друзьями, побегать. Пусть в этот раз получилось не очень удачно по результату. В атаке начался матч сибирской медиагруппы против парней из Эвента. Команда ведущих, артистов и диджеев нашего города больше владели мячом и создавали моменты. Опасные же ситуации были и у ворот наших соперников. Но вот реализация нас подвела, да и вратарь у команды соперников играл хорошо. Как итоги, во втором матче мы проигрываем, тем самым полностью потеряв шансы на золото. И матч против регионального Минспорта для нас был как для галочки. В этом поединке команды показали открытый футбол. Много моментов у обеих команд, так что болельщики увидели 7 забитых мячей. 5-2 на табло и победа Министерства спорта. В этом году не получилось защитить трофей. В том году мы заняли первое место. В этом году что-то пошло не так с первых же минут, с первого же матча. Ну, думаю, что в следующем году соберемся и всех удивим. Мы поздравляем всех, кто сегодня принял участие в турнире с тем, что мы по-прежнему дружим, мы играем в футбол, мы находим возможность собираться, общаться. И самое главное, мы вспоминаем наших коллег, которых с нами нет, но которые оставили добрую память и много хороших материалов, статей. По итогу футбольных баталий кубок достался команде Минспорта. Золото они забрали благодаря тому, что больше забили мячей. Серебро вновь у коллег из «Алтопресса», а бронза у новичков турнира команды ведущих. Тем самым ровно на год мы отдали кубок, но уже в следующем розыгрыше турнира вернем его домой, в сибирскую медиагруппу. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все. Напоминаю, что вы можете сообщать нам о том, что вас волнует. Телефон нашей редакции 205-545. Ищите нас в соцсетях и через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует.